ракурс торы да и сегодня у нас новая тема мы перешли уже в книге путь праведников к следующим воротам у него называется каждая глава называется ворота были у нас ворота любви а сейчас у нас ворота какие ворота ненависти правильно потому что а теперь понятно откуда взялось выражение от любви до ненависти один шаг эта книга кстати узнавал она написана тысячу лет назад то есть автор неизвестен но она уже известна эта книга она упоминается около тысячи лет он один из решением решением это те кто жили около тысячи лет назад когда рамбан жил рамбан мараша и значит и книги почти 1000 лет и вот мы видим врата были врата любви это были 5 врата а врата ненависти 6 врата вот сейчас мы узнаем что же это за такое качество ненависть и как вообще его использовать правильно по торе как праведники используют ненависть да если используют и так значит вначале хочу поблагодарить всевышнего да у меня сегодня прям радостный день я могу сказать потому что когда всевышний делает чудеса и уничтожает врагов это радостно и вот один из самых злодеев современности раиси такой был и бродим и бродим раиси значит 63 года всего он был прокурором в в начале прокурором ирана и на его руках лично то есть он под американскими санкциями под мировыми санкциями он лично убивал тысячи людей и он был как раз вот всех несогласных кто были с ним он всех убивал а потом вот буквально недавно пару недель назад он значит послал 300 ракет на израиль до едет 300 ракет слава богу всевышний защитил израиль и ни одна ракета никого не повредила но сам он который послал эти 300 ракет он после этого прожил две недели там три недели максимум и всевышний его стер с лица земли значит достаточно молодом возрасте 63 года всего ему было и вот мы видим теперь как всевышний наказывает злодеев и вот сейчас как раз мы разберемся в этих нюансах можно ли ненавидеть нельзя ли ненавидеть если не надо это ненавидеть не надо ненавидеть вот как раз сегодня у нас этот урок мы сейчас разберем эту тему очень очень важная тема ненависть до ненависть жизни человека начинает он с того так начинает он ненависть на верите сена сена а значит а ненависти сказано не ненавидь брата своего в сердце своем в книге воикра как раз у нас организация воикра из книга воикра вторе сказано что не ненавидь брата своего в сердце своем это заповедь это запрет и это значит, что мы должны искоренить ненависть и выбросить ее из наших душ. И тут есть сносочка, значит, отсюда следует, что внутри человека по умолчанию, как бы, да, в природе человека ненависть есть, она прошита. То есть, если бы ее не было, Стас, вот, Стас глупо пишет, да, я очень люблю всех людей, наоборот, люблю всех людей, обожаю всех добрых, хороших людей, кроме убийц, да, кроме убийц. Вот убийц, которые хотят убить, особенно, которые хотят убить меня лично, да, то у меня есть полное право этих убийц ненавидеть. Поэтому я ненавижу всех убийц, которые хотят убить меня. А всех людей, ну, это глупо. Вот, когда люди пишут глупые комментарии в Ютьюбе, которые он знает, как думают все евреи, мы его просто блокируем такого человека, и все. Хочет слушать, учиться, пусть слушает. Не хочет слушать, учиться, значит, пусть идет дальше. Итак, по Торе, ненависть нужно убрать из себя. Почему? Это качество приводит ко многим преступлениям. И одно из них – злословие, лошанара. Потому что, ибо ненавидящий ближнего, постоянно порицает его, и злословит, и верит в злословие о нем, и всегда желает ему зла, и рад его беде. И даже, значит, он будет стараться нанести ущерб тому, кого ненавидит. И это тоже для человека плохо, стараться нанести кому-то ущерб. То есть, он говорит, ненависть – это очень вредное качество. Его надо убрать из себя, оно приводит человека к огромным, огромным в жизни проблемам, если он кого-то ненавидит. С этого начинает. Он злопамятный становится, и мстит, и не пожалеет врага. Из-за ненависти он порицает добрые дела своего врага, и делает их ненавистными в своих глазах, и в глазах других. И отрицает добрые качества своего врага, и не признает его правду, и преследует ему. Преследует его. То есть, получается, что человек, который ненавидит, то ненависть, она заставляет его идти против правды, делать много разных плохих дел, действий. То есть, это некая внутри негативная сила, которая приводит человека к тому, кто ненавидит. Не обязательно того, кого он ненавидит. Вот Раисия этот, он ненавидел Израиль. Он прям ненавидел, у него прям зубы скрижетали, как он ненавидел Израиль. И его ненависть привела к его же дебиле. То есть, тут все понятно. Израиль вообще не ненавидел Раисии этого. Я почему о нем вспомнил? Вот сейчас в Израиле никто вообще всем все равно на этого Раисии. Почему? Потому что в Израиле, ну, все заняты какими-то делами, что кто-то что-то делает. Нет такого, что люди вышли на улицы и кричат, вот убийца, который три старотет послал две недели назад, он, значит, Всевышнего уничтожил. Я именно поэтому об этом вспомнил. Я в этом случае вообще Раисии мне на него все равно. Я люблю Всевышнего и прославляю Всевышнего. Это конкретное чудо Всевышнего. Я не могу о нем молчать, потому что я считаю, что мы должны быть благодарны Всевышнему и должны эти чудеса замечать, благодарить и прославлять Всевышнего. Тогда мы пробуждаем в себе любовь ко Всевышнему и тогда это спасает нас. То есть, мы как бы идем к Всевышнему пути любви, пути благодарности. Или же, когда три старотец сюда летела, все молились, прям кричали Всевышний спаси. А когда Всевышний спас, вот тут главное сказать огромное спасибо Всевышнему. Да? Потому что Всевышнему главное именно пробудить, пробудить нас. Теперь, если мы пробуждаемся от благодарности, Всевышний доволен, если мы не пробуждаемся от благодарности, тогда приходят вот эти вот злодеи и нападают. И в этот момент человеку приходится пробудиться, просить Всевышнего, как говорится, в падающем вертолете атеистов нет. Теперь, значит, существует несколько видов ненависти. Давайте разберемся. Значит, есть один ненавидит другого за ущерб, который тот нанес ему, или ударил его, или за то, что он его позорил. И, значит, есть у него причина для ненависти. Это первый вид ненависти, когда есть причина для ненависти. Если в ком-либо пробудилась ненависть из-за подобного, ему не следует молчать. Вот это очень интересная вещь. Допустим, кто-то кого-то обидел. И тот, кого обидели, там у него деньги украли, его обидели, его как-то обозвали, там все, он, прямо у него ненависть внутри пылает на второго. Теперь говорит нам Тора, нельзя молчать. В этом случае нельзя молчать. И приводится пример из Торы про Авшалома, который не говорил со Мноном ни хорошо, ни плохо, потому что Авшалом возненавидел Амнона. Добрым делом будет оповестить и сказать, оповестить и сказать, почему ты сделал мне так-то и так-то, потому что нужно укорять ближнего своего, то есть нельзя держать это в сердце. Если тот раскается и попросит прощения простить ему, а если он не прощает, то это жестокость и безжалостность, то есть это уже само по себе становится преступлением. Если один, например, другому говорит, там, ты меня обидел, второй говорит, слушай, извини меня, пожалуйста, я не хотел, я, честно говоря, даже не знал, случайно тебя обидел, там, или прости меня, вот прости меня. Если тот простил, он молодец, если не простил, значит уже проблема у него, то есть то, что он жестокосердный, такое, это проблема у него. Теперь я вот эту вот историю Амнона и Афшалома хочу вам напомнить. Это очень примечательная история истории, которая просто вот в ней вообще все семейные отношения, очень много в ней смысла. Царь Давид, царь Давид, он, его первая жена, ее звали Ахином, и сына от первой жены звали Амнон, он был наследником царя Давида, наследник престола, значит Амнон, старший сын. Получается, Давид его очень любил, старшего сына, все, потом он, у царя Давида было еще несколько жен, и одна из его жен, она была дочкой царя Агашура, и у него была от этой жены дочка царя Агашура, это было такое маленькое царство в районе Сирии. У него было от этой жены сын Абшалом, очень красивый такой он был, Абшалом очень красивый, и дочка Тамар, еще больше красивая. И вот этот Амнон, старший сын царя Давида, он полюбил, значит, от любви до ненависти один шаг, он полюбил эту Тамар. А так как по Торе запрещены братья между братьями и сестрами, даже если они только по отцу братья и сестры запрещено, то он, его прям обуяла эта любовь, страсть, там, все, и он заманил Тамар и ее изнасиловал. И после того, как он ее изнасиловал, он вдруг ее возненавидел, и он ее выгнал. И это был большой позор для нее и вообще для Абшалома, но царь Давид в этот момент он по какой-то причине он Амнона не казнил, не наказал, не посадил в тюрьму, никаких не было никаких наказаний, то есть он каким-то образом пропустил это преступление. Абшалом он затаил зло, я думаю, что он затаил зло и на Амнона, и на царя Давида, но написано здесь, видите, что Абшалом не говорил с Амноном, это в книге Шмуэль написано, в книге пророка Шмуэля, он не говорил с Амноном ни хорошо, ни плохо, потому что Абшалом возненавидел Амнона, он в сердце его ненавидел, но не говорил с ним ни хорошо, ни плохо, никак, он ему не сказал, что как ты мог, в общем, как-то этот поступок его он прошел мимо общественности, он не возмутился, и что, прошло два года, Абшалом приглашает на пир всех своих братьев, знатных людей, Амнона в том числе, Амнон приходит, и слуги Абшалома убивают Амнона, старшего сына царя Давида не стало, то есть, он его пожалел, когда тот сделал преступление, он его не наказал каким-то образом, все равно через два года Абшалом убил Амнона и убежал в изгнание, два года его не было, два года его не было, царь Давид через два года возвращает его обратно, говорит, все я тебя простил, тот получил, значит, то, что должен был получить, как-то царь Давид это пропустил. Проходит еще несколько лет, и Абшалом устраивает восстание против царя Давида с целью его убить и занять престол. Во время войны между царем Давидом и теми, кто примкнул к Абшалому, побеждает войско царя Давида, но он просит не убивать Абшалома, но его военачальник, Юав, он убивает Абшалома и приходит Давиду и говорит, так не может быть, что тот, кто хочет убить тебя, чтобы ты его не убил, значит, это неправильно, царь Давид сидит там в скорби, ему Юав говорит, если ты сейчас к армии не выйдешь и не скажешь, что вы молодцы, значит, и ты не будешь царем, так не поступает. И царь Давид тогда встал, вышел там и так далее. То есть, мы здесь видим, как ненависть, как ненависть, как разрушает прямо семью даже такого великого праведника, царя Давида. Теперь, значит, первый вид ненависти, это ненависть за что-то. И здесь, конечно, если есть причина, здесь сложно давать советы, но Тора нам говорит, ты должен сказать, ты не должен держать в себе это, а ты должен сказать, что так и так, я считаю, что ты меня обидел, ты не прав, ты мне должен денег. То есть, если ты в сердце ненавидишь, а вслух нет, то это проблема. То есть, написано, нельзя ненавидеть сердце. В принципе, проблема ненавидит, но в сердце проблема еще больше. Есть еще одна двойная проблема, ненавидит сердце. Дальше, есть сугубо, но тут хотя бы понятна причина. Но есть второй вид ненависти, который, он пишет здесь, есть сугубо отрицательный вид ненависти. Это ненависть беспричинная. И она разрушила второй храм. Значит, написано в Талмуде, что второй храм был разрушен за беспричинную ненависть друг к другу. Что такое беспричинная ненависть друг к другу? Представьте, что человек утром просыпается, и его внутри сжирает ненависть. Он ненавидит всех, все, и у него нет причины. Он просто полон ненависти. Теперь эта ненависть, она будет у него, так как она у него есть, она требует выхода. Это как вода в плотине, она ищет дырки. Она в течение дня прорывается то на того, то на того, то туда, то сюда. Естественно, человек постоянно искрит, попадает, он раздражен, он попадает в какие-то ситуации, и рано или поздно он попадает на другого, такого же искрящего. Они, значит, как поискрили вдвоем. Все. Вот когда этот вид ненависти распространился, беспричинная ненависть, то был разрушен второй храм. Почему? Всевышний, он пребывает в душе. Если в душе есть беспричинная ненависть, то это как разрушенный внутренний мир и разрушенный внешний мир. Поэтому в этот момент Всевышний сказал, у меня здесь нет больше дома, раз наполнена ненависть, раз сердца народа Израиля наполнены беспричиной ненависти. Вот, например, Михаэль, он говорит, всему есть причина, а Тора нам говорит, что есть беспричинная ненависть. Вот ненависть по умолчанию, когда человек вот беспричинный, он, я всех ненавижу и все ненавижу. Есть люди, я слышал своими ушами, как люди такое говорят, всех ненавижу, все ненавижу, значит, как, например, фашисты, амалетиям ненавидели всех евреев, или вот сейчас этот Стас, все евреи плохие. Ты видел хоть в своей жизни больше, чем одного еврея вживую, там, маленькие дети, старики, вот эти вот амалети, они ненавидят всех евреев. Это беспричинная ненависть. Да, то есть, потому что, что сделали дети? Что они сделали? Вот эти 1200 людей, или там подростки, молодежь, женщины, дети. То есть, вот эти вот, есть беспричинная ненависть. Она просто потому, что у человека внутри есть источник ненависти. Причина его ненависти, то, что он сам по себе зло. И это тогда называется беспричинное снаружи, но причина это его внутреннее зло, которое прорвается в виде ненависти. Теперь он пишет, есть ненависть еще хуже. Что это за ненависть еще хуже, чем беспричинная? Это ненависть из зависти. О, смотрите, значит, если у нас мы продвигаемся. Есть ненависть причинная. Кто-то тебя обидел, украл, обидел и так далее. Тут есть причина для ненависти. Второй вид ненависти. Ненависть без причинной. Нету причины, человек просто по умолчанию ненавидит. Третий вид ненависти еще хуже. Это ненависть из зависти. То есть тебе тот человек, которого ты ненавидишь, просто Всевышний дал ему что-то, что он ему дал. Ты вообще ничего не знаешь ни про него, ни про его жизнь. Но ты, получается, через... Почему из зависти хуже? Значит, почему из зависти это хуже? Давайте посмотрим. Ну, тут не написано, почему из зависти это хуже. Он просто объясняет. Бывает, что, значит, следует от этого отдалиться. Дальше он пишет. Бывает, что человек ненавидит ближнего за то, что тот не оказывает ему добра. То есть человек ему не делал зла, но и не делал ему добра. Он его за это ненавидит. Или не дарит ожидаемые дары. Или не одалживает. Он говорит, от этого всего надо отдалиться. И здесь самый какой он дает сразу же нам совет, чтобы не было зависти, чтобы не ждать ничего от людей. Он говорит, надо надеяться на Создателя, на Бога и не на людей. Значит, надо думать так, что если бы я был достоин перед Всевышним, то он дал бы мне все, что требуется, без подачек от людей и их одолжений. И говорит, если человек в бедности или нужде, или болен, или страдает, пусть подумает о том, что все это суждено Создателем к его собственному благу. И пусть принимает это с любовью. Это мы учили уже в целую книгу «Врата благодарности», в которой мы учили вот этот вот подход, когда ты принимаешь от Всевышнего какие-то страдания с любовью. И этим ты исправляешь причину, за что пришли страдания. А причина была в неблагодарности, потому что когда человеку, у него все хорошо, он Всевышнего не благодарит. Он просто, я вчера видел там в Фейсбуке один пост, одна девушка пишет там, вот у меня все не получалось, не получалось, не получалось, не получалось. Потом произошло чудо и получилось. Какая я молодец. Я Создатель, я себя создала, я все сделала, я-я-я. Ну как бы вообще противоречие. А что ж ты не могла раньше все сделать? У тебя все было плохо, она жаловалась, жаловалась. Потом у нее что-то хорошо получилось, скажи Всевышнему спасибо за подарок. Нет, все, я значит, я Создатель и я все создала. Вот это и есть главная причина, почему Всевышний у человека забирает, забирает, забирает. Вернее не так, Всевышний вначале дает, дает, дает. Человек неблагодарный, неблагодарный, неблагодарный. Потом Всевышний забирает что-то. У кого здоровье, у кого там что-то еще. И в этот момент у человека выбор. Или он опять еще хуже пойдет против Всевышнего, скажет, все, значит. Значит, или же он скажет, спасибо тебе, я понял. Спасибо тебе, Всевышний, я понимаю, что ты из любви ко мне это сделал. Что сейчас я исправляю все свои какие-то ошибки. Спасибо тебе за все, что ты давал мне раньше. Спасибо, спасибо, спасибо. Я не отблагодарил раньше, сейчас я благодарю. Человек, который заболел, он должен за каждый день своей здоровой жизни сказать спасибо. Потому что он же не говорил, что ценить-то, что это, это что подарок. И потом он говорит, если ты принимаешь с любовью, и нет сомнения, если он поступит так, всякая ненависть уйдет из его сердца. Это великая основа и опора человеку в исполнении законной заповеди. И тот, кто принимает с любовью, говорит о своих бедах, и это к лучшему, и думает так, и рад суду, и наказанием Создателя. Близок он к тому, чтобы достичь любви ко Всевышнему, он избегнет любой ненависти и всякой вражды и зависти. То есть, человек, который понимает, что все от Всевышнего, и он с любовью, с радостью принимает все, что с ним происходит, то, во-первых, у него награда, он уже в раю здесь. Потому что, если человеку плохо, а еще и он еще и кого-то ненавидит, а еще и он не верит, что будет хорошо, а еще он против Бога выступает, чтобы полностью отрезать себе всякие пути. Я тоже, мне очень жаль таких людей, которые своими неправильными действиями, они загоняют себя в яму, и потом еще начинают выступать против Всевышнего, что это ты меня загнал. То есть, они себе полностью отрезают все пути к спасению. И он говорит, ну понятно, у меня ничего не получается. Он себя, ну, он понимает, у него не получается, он старался. Людей вокруг он всех проклял, потому что он всех ненавидит. Типа, люди мне не помогают достаточно. Всевышний мне не помогает достаточно. Все, выхода нет. Ты отрезал, ты не можешь себе помочь, ты же все уже сделал, ты же молодец. Ты себе не можешь помочь, потому что такие люди обычно, они себя никогда не обвиняют в чем-то. Они говорят, ну что, я-то вообще молодец, я все правильно делаю. Окружающих людей они обвиняют и ненавидят, поэтому люди окружающие, естественно, им помогать не будут. И в их картине мира они даже на это и не надеются, потому что они людей уже очернили в своих глазах. Всевышний им тоже не помогал, не помогает и не будет помогать. Все, депрессия, выхода нет, тупик. Теперь, если человеку он говорит, вообще, слава Всевышнему, сколько мне он помогал в жизни, сколько было хорошего. Спасибо людям, сколько мне они помогали, я верю, что они мне и дальше помогут. И я, значит, особенно он начинает благодарить людей, которые в прошлом ему помогали, очень часто люди перестают помогать из-за неблагодарности. И дальше он говорит Всевышнему, спасибо, что ты меня сейчас поставил в эту ситуацию, что-то я искупил, что-то я исправлю, что-то я пойму, и в итоге все будет хорошо. Конечно, это очень правильный подход. И он таким образом достигнет любви ко Всевышнему, и в этом случае он получит все, что ему нужно. Следующий вид ненависти говорит нам Тора, что обычно люди ненавидят того, кто обладает таким же ремыслом, то есть конкурента. В Талмуде прям так и написано, что «Коль уман, каждый мастер, соне эт бену мануто», он ненавидит другого мастера, конкуренция. Он говорит, все это ничтожно и низменно, каждый должен думать, что он не может заработать больше, чем суждено Создателем. Что никто не может у него забрать, и никто не может ему добавить. Я сколько раз наблюдал, тут теряешь, там находишь, тут находишь, там теряешь. То есть все равно остаешься, вот именно что тебе положено, то ты и получишь. И дальше он пишет самый вредный вид ненависти, этот вид ненависти самый прямо плохой. И это ненависть к тем, кто порицает и упрекает тех, которые помогают людям, тех, которые стремятся к справедливости, значит, тех, которые религиозных людей. Значит, тех, которые стремятся к добру ненавидеть этих людей, это самый страшный вид ненависти, потому что так они ненавидят Всевышнего. То есть если тот, кто ненавидит того, кто любит Всевышнего, то этот вид ненависти самый страшный. Значит, дальше он приводит тут один отрывок, очень интересный из притчи Саря Соломона То есть в притчах написано, хочешь, чтобы твой друг тебя возненавидел, посещай его часто Хочешь, чтобы он тебя любил, посещай его редко И прямо 25 глава 17 отрывок Мишли написано Не давай своим ногам вступать в дом твоего друга, дабы он не присытился тобой и не возненавидел тебя Значит, это такой хороший совет Такой хороший совет И знай же, что ненавидящего людей люди возненавидят То есть это очень важное правило, что как царь Самон тоже нам говорил Как мы по ним ли по ним, как человек смотрит в воду и видит свое отражение Так сердце людей отражает твое сердце И получается, что он нам пишет, автор этой книги, что Знай же, что ненавидящего людей люди возненавидят И тот, кто растит ненависть в сердце своем, навлекает на себя беду Вот это вот очень серьезная вещь И я думаю, что вот этот вот Раисия, чтобы стерлось его имя Который ненавидел Израиль и лютой ненавистью Не только Израиль, потому что они ненавидели всех Там Израиль, Америку, весь мир Они ненавидели И даже у себя в стране они ненавидели всех Которые не шли по их законам То, естественно, что вот это огромное ненависть Он вызвал на себя ненависть И исчез Теперь он здесь пишет интересную вещь Которая прямо вот очень интересная И она касается очень многих людей Потому что потребность любить Мы уже прошли главу про любовь Она есть у всех людей Но если человек направляет свою любовь в неправильном направлении Мы учили семь ошибок Кто не видел, посмотрите четыре урока про врата любви И первый урок там был про семь направлений Куда люди направляют свою любовь И это огромная ошибка И здесь он пишет, что Любовь не во имя Всевышнего А обратится в великую ненависть и ужасную зависть Как сказано об Амноне И возненавидел ее великой ненавистью Ибо ненависть, какую он ее ненавидел Была больше любви, какой он ее любил Вот эта история про Тамар Он ее любил У него была страсть к женщине Потом он ее овладел И он ее возненавидел И прямо написано это в книге пророка Шмуэля Что он ее возненавидел великой ненавистью Ибо ненависть, какой он ее ненавидел Была больше любви, которую он ее любил То есть вот эта вот неправильная любовь От любви до ненависти один шаг И дальше он нам дает советы, которые очень важно услышать любящим людям, людям, которые справились со своей ненавистью, которые добрые, хорошие. Вот вам очень важно сейчас услышать эти советы. Не верь совету ненавистника и врага. Как в Мишле сказал нам царь Саамон, 27 главе 6 отрывок, лживый поцелуй врага. И знаешь, что многие люди высказывают свою любовь лишь словами. И не исключено, что они ненавидят в сердце своем. Не исключено. Бывает да, бывает нет. Значит, как написано там в Мишле, тоже царь Саамон нас предупредил. Устами своими притворяется ненавистник, а в душе у него коварство. Конечно, царь Саамон видел всю эту историю Амнона, Афшалома, даже были его братья по отцу. И он видел, как Афшалом пригласил Амнона на пир и потом его убил. Вот здесь устами своими притворяется ненавистник, а в душе у него коварство. Он льстит тебе и говорит с тобой мягко, не склоняйся к нему. Как сказано, когда он делает нежным голос свой, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Это 26 глава, 25 отрывок в притчах царя Саамона. Так же высказал Иав Авнеру бен Неру и Амаси бен Этеру мир и любовь, а потом убил их. И так же поступил Ишмаэль бен Нетания с Дедалия бен Ахикамом, пока не убил его. Значит, сказал мудрец, царь Саамон, лучшее во всем, что ты думаешь о ненавидящем тебя, это мысль о том, как превратить его в друга своего, если сможешь. Да, если сможешь. Значит, люди, которые сами по себе добрые, любящие, они проецируют, что все вокруг такие же. Он нас предупредил, я тоже добрый, хороший человек. То есть, тот, кто ненавидит, он думает, что все ненавидят. И он, почему он ненавидит людей? Потому что он думает, что все люди плохие, его ненавидят. Тот, кто добрый, хороший, он думает, что все люди добрые, хорошие. Не надо проецировать, сам ты будь добрым, хорошим. Но знаешь, что большая часть, больше, не знаю, какая-то часть людей, мы все обобщаем и проецируем, что есть люди, которые внешне, они выглядят как любящие, а по факту они огромные злодеи. И вот он в конце, мы заканчиваем, чтобы эту главу уже закончить, чуть-чуть нам осталось. Но вот ненависть, которая обязательна. Это ненависть к нечестивцу, не слушающему укоризну и увещеванию. Заповедано ненавидеть его, как сказано в притчах царя Соломона, страх перед Всевышним, ненависть ко злу. То есть, это они рядом идут. Тот, кто боится Всевышнего, любит Бога, он ненавидит зло. И говорил царь Давид в Псалмах, ненавидящих тебя, Бога, я ненавижу, и с восстающими против тебя, Бога, я ссорюсь. Лютой ненавистью ненавижу их, врагами стали они мне. То есть, царь Давид ненавидел всех, кто шел против Всевышнего. И эта ненависть, он пишет, заповеданная ненависть, это как заповедь. И в заключение, дает он нам такой очень практичный совет. Ненавидь все, что мешает тебе любить Всевышнего, и удаляет тебя от любви к Нему. Как сказано, всякий путь лжи ненавижу я, это написано в Псалмах. И это великое правило, ненавидеть всякий путь лжи. И там, где ты увеличишь ненависть к несправедливости и злу, там прибавишь любви к учению, как написано, ложь ненавижу, гнушаюсь ей, тору твою люблю я. То есть, вывод, который мы делаем. Ненависть – очень сильное чувство. Если оно направлено на людей, то оно приносит человеку, в котором она есть, опасность. То есть, это некая такая сила, которая пробуждает. Но если это направлено на злодеев или на зло, которое есть в каждом из нас тоже в какой-то мере, то эта ненависть, она помогает и перенаправляет в сторону добра. Но лучше, конечно, не ненавидеть, потому что это как человек, который ходит с ядом в кармане, и он пьет этот яд, то даже если этот яд в микродозах, и он как лекарство, лучше все-таки обойтись без этого яда. И идти через любовь ко Всевышнему, то есть полностью заполниться этой любовью, соединиться со Всевышним через любовь, через благополучие, чтобы не было места даже, знаете, там, где много света, нету тьмы. И если прям разгонять вот этот свет очень сильно, благодарность, любовь ко Всевышнему, заповеди Тора, то прийти можно к такой ситуации, когда, значит, у меня только что была такая идея, такая ситуация, когда, значит, что, сейчас скажу, написано, что в притчах тоже царь Самон дал совет, что если человек, если Бог любит человека, или человек любит Бога, вот это я не помню, там, момент какой-то, на иврите не всплывает у меня, то даже врагов у Яшлимы тот, то Всевышний так сделает, что даже враги будут в мире с этим человеком. То, чего добился царь Самон, шло в мамелах, то есть он настолько был со Всевышним в близких отношениях, что даже враги они его перестали тревожить. Поэтому лучше идти все-таки через добро, это более такой приятный путь. Но теперь мы все знаем про ненависть тоже, поэтому если вы законспектировали, напишите свои выводы, что вы для этого сделали, какие выводы у вас были, инсайты. И теперь мы знаем тоже, что делать с качеством ненависть, которое есть в этом мире. И чтобы мы все-таки отошли от ненависти и пришли к любви. Все, всем удачи и успехов. Встречаемся с Божьей помощью завтра. И чтобы Всевышний дал нам всем благополучия, радость, здоровье, хорошие новости. И чтобы мы видели чудеса Всевышнего и прославляли Всевышнего за них. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok